ВОЕННАЯ АДМИНСТРАЦИЯ 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 А можно здесь, там ветер будет, Кость, давай здесь. Да, там задувать будет. Кость, вот здесь нормально, у нас флажки будут видны, а у нас сюда, да, не колыску видно, держал. Вот у нас девушка, волонтер, ей помогают притулы, помогают львовские волонтеры, помогают загранить. Кость, а ты включил фильм? Нет. Давайте, да. Расскажите, как это все? Вы не знаете, что это больше? Смотрите, нам нужно показать, что, как бы, чрезвычайно мощнейшую самоорганизацию человеческую, простого народа. Народу. Которой администрация, ни камбельки, нигде не помогает, а наоборот, только препятствует полки полетов. Да, что мы больше достаем заграничные вещи. Да, да, потому что вся основная работа сейчас, вот все, что благодаря чему в Украине устояло, это самоорганизация народа. Вот у нас сейчас в машине есть медикаменты, которые нам передали, смотри, откуда нам их передали, со Львова. Да, со Львова перевязывшие материалы, тут их не нашлось в Запорожье. У меня медикаменты из Киева, видимо. Ну вот, ему так-то медики должны убрать, начиная от еды у нас есть питанцы, что мы покупали. Ну да, да, ну, мужа, что-то. Сереж, посадывай вопрос. Абсолютно все. У меня пацанов кинули на передовую, на взвод, 5 брониках, 5 пасов. Вы дали штаны военные, а сверху милицейские открутили. Синий. Тут садик далека. Микрофончик дал? От души, как говорили. От души, она в душу. От души, она в душу. Ну вот так вот, друзья. Мы тут сделали такой мини-конференцию с реальными волонтерами, которые, как-то кажут, вид народа до народа допомогают. Там одна из наших представителей зашла, Юля-волонтер. Ну, а мы здесь будем пока. Константин серьезную технику настраивает. Мы как раз, кстати, хотели, вот только вот у нас представители территориальных... Ну, что, террорабороны, да, и... 30 триллионов лежит, блядь, на территориальную оборону, сука. А вы уже... День назад они еще лежали, с января месяцем. Потому что ее никто не дает, ни всего. У меня пути адвокат покрывает. Запрет, запрет просто давания. Вот адвокат прям на документах все это знает. Все как народный журналист, да? Давай так. Ну, так, я делюсь, что ты ставишь? Да, да. Конечно, да, не озвучится, чем он. Просто вообще, делаю там, что вы делали, как вам помогали, то есть, что вы... Такие медикаменты, например, и так далее. Как есть. А вот, Алексей Анатольевич, сейчас все. Так, давайте, хорошо. Сначала представиться. Нет, спасибо. День, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, надо смотреть? Как у полной, как у полной она. Меня зовут Тихо Анарина. Я с вами провозглашенный на северной дороге. Смелее. Громче. То есть, громче. Герои должны знать. Мы начинали, вот с какого-то суда в России все это движение началось. Как вы кликнулись вот на те события, которые у вас в стране начали происходить? Расскажите о своих первых шагахах. Мы все, когда все начали рост, мы связали с Олей. Она была нашим координатором. Первое время собирали запросы по вальянам по гражданскому городу. Потом закрыли потребности с вещами. Начали искать еще больше продуктов на посты. Полевые кухни. И были у нас родители, которые сами даже ездили, когда все отродили. Потом пару недель назад были провозили. А потом, какая-то восьмерка. А все пару недель назад были на передовой, потому что... Если вы непосредственно общались с людьми, которые отдавали свою помощь. Смотрите, у нас был... Я буду говорить, как есть. Хорошо, у нас... Только так. Опыт с тем, что мы перевозили в официальные организации или в больницы. И потом эта помощь, как оказалось, не нужна была. Или там переизбыток помощи, или еще что-то. Потом мы пытались быть напрямую на абринентных и непосредственно на людей, которые мы хотим. Например, сейчас мы по Мелирополю, которые гражданским собираются. Мы здесь пытаемся достать. И водители сами ездят на свой страх и резко. И бабы поставляют. Потому что там печали. Там нет и медикаментов. И дальше вот сейчас уже начинают рубрички. Даже если на стадии я вам покажу, как они начинают. Ну, как бы, у нас люди-волонтеры, которые водители, у нас свой страх везде. И до сих пор никто еще не так не проехал, потому что это опасно. Если я вас правильно понял, вы исключительно на своё инициативе, на своё желание. И органы предстоитместного совпадения вам неприемлемо за головой. И, так сказать, задействия вашей деятельности, они вам не оказывают. Я могу сказать, откуда мы получали помощь. Ну, я лично пыталась связаться с фондом Куртио. Там сказали, что ничего нет. Потом мне помогает фонд, я молодая церковь. Я могу сейчас выслать родительский фонд помощи, который мы будем принимать и разделять. Мне помогал фонд, это мой однокурсник, инфраструктур. Вот они финансово помогали, информационно помогали, наводили тоже на фонды, которые работают. Буквально недавно, вчера получила помощь от фонда Прикулок. То есть они прям скилые за сутки буквально привезли, ребята, аптечки, кронежилеты. Очень быстро обработали за ямку. Вот, так, больше местные церкви тоже помогают. Вот, и что-то, 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 что-то. А скажите, пожалуйста, вы, между тем иache, своим таким ещё перегром объединяетесь, как-то есть у вас понимание, что по культурности занимается, какими направлениями допустим по лекарствам, продукты питания, ревры, или нет, не надо сказать. Мы, скажем так, не знакомы, создавали, но вопросы, как родители заполучились, зависимо от своего родительства на собаку? Как я вспомню? О, верно, на запрещение. Верно, на напорность запрещено, в какой-то дуракании. Мы объединились уже в процессе, потому что праздники могут помогать разными сферами. Кто-то на машинах, кто-то едет, кто-то предоставляет продукты. И уже со временем мы самоорганизовались, что это максимально именно транспортный метод, что-то меня уже хотят зайти на все это место. У меня будет списка, потому что как бы предатель помогает связано с исполнителем, мы проводим информацию. Ну, то есть, что мы имеем в виду. Провиде завали ровно. Да, я вас слышал. Понятно, спасибо. А вы можете еще сюда прибавить или вы уже? Может быть, пожелания какие-то, взаимодействия не хватает? Какие ощущения? Как бы вы, допустим, чтобы вы принесли работу волонтеров, чтобы это было более национально и более ускорно? Ну, на самом деле, с организацией, я думаю, большие проблемы, потому что люди сейчас организовываются с вами, и, например, была любая, вот эта автоматизация, потому что измерая список, вот, просто, еще что-то, и несколько людей начинают обрабатывать эти списки, и все результаты тоже национально. И, то есть, глобальная организация, которая будет более рационально. То есть, координация, да? Такое, чтобы понимать, где много, где... Ну, и, конечно, транспорт. Да, благодарим вас за ваш труд, за все, что вы делаете. Некоторые понимают, что делают вообще, а некоторые не понимают. Ну, вот как... Проблема в том, что у людей заканчивается финансирование, на самом деле. Проблема в том, что у людей заканчивается деньги. Ну, у тех вот, да, у простых людей заканчивается деньги. Давайте я девушке чуть-чуть, ну, помогу подстраховую. Давайте. По поводу гуманитарной помощи. Могу сказать так. Все держится на людях, поскольку организованно от власти это почти не работает. Да, они вывозят в Мариуполь, дай Бог, и пусть вывозят. И обеспечивают тех, кто приехал из Мариуполя. Но гуманитарную помощь, такие там, например, города Гуляй-Поле-Пологи, почему я это знаю, поскольку мой коллега непосредственно этим занимается, организацией небольших гуманитарных конвоев. Объясню, почему небольших, потому что едут только добровольцы раз, и второе, на блокпостах не пропускают большие машины, потому что им очень неудобно их осматривать. То есть, если загружено в какой-нибудь бусик, это ж надо все оттуда разбирать. А так открыл багажник. Да, или забирают, а так это открыть багажник. Так вот, он месяц уже на Гулей-Поле и на Пологе отправляет конволи на прилегающие силы. За это время наша власть только один раз в этом всем поучаствовала. Еще, опять же, с тем, с чем я столкнулся лично, непосредственно, и продолжаю с этим сталкиваться. Я столкнулся с нашей территориальной обороной. 1 марта этого года я пошел, вступил в территориальную оборону города Запорожья. В основную базу есть там небольшие, основная. Адреса пока упоминать не буду. Первое, с чем я столкнулся, это их питание обеспечивалось исключительно волонтерами. При этом у них имелось в распоряжении столовая и кухня работающие, которые были захвачены штабом. Ну, то есть, поговорка солдата подальше от начальства, поближе к кухне тут не работала, потому что начальство сидело в кухне. И то, что я сделал, приехав, вот первого вечера я пошел уже в столовую узнать, что и как. Они говорят нам, что принесут, а что принесут я не знаю. Да, я адвокат, моя фамилия Козлов зовут Александр Юрьевич. Конечно, на тот момент, когда это все начиналось, еще какие-то средства были и были, не только у меня, и у моих коллег. И мои коллеги на следующий же день организовали горячее питание. Каждый день подвозили там вот эти сутки. Ну, это издевательство, конечно, так не должно быть организовано кормление, тем более в какой-то нибудь. Официально организовано у тебя и наоборот? Да, официально. Вот, по поводу выделения средств я скажу. Значит, организовали это. Потом я пошел, нашел там подполковника, у него спросил, кто тут главный по обеспечению. Мне дали по обеспечению, говорю, что надо. Он сказал, там надо пилы, молотки, бензопилы, бочки. У них ничего не было. Ну, не то, что ничего. Половины того, что нет, не было. Все, что мы могли, на это было просто начало. Проблема в том, что сейчас уже идет месяц. И, к сожалению, я понимаю, и обычные люди, и даже вот такие мои коллеги, как адвокаты, у них сейчас нет работы, и у них нету там достаточных сбережений, для того, чтобы продолжать заслуживать это. И то это все равно дело. Очень многие адвокаты, гуманитарки очень серьезно занимаются, стараются. Но, опять же, власть не помогает. Власть максимально все делает, чтобы ничего не делать. Я не знаю, почему это и зачем. По поводу территориальной обороны. И хочу сказать, что в январе этого года было выделено 30 миллионов гривен на запорожскую территориальную оборону. Как я понимаю, это в областном бюджете. Почему я это знаю? Потому что среди моих коллег также есть и областные депутаты, которые это озвучили. И вот, на две недели войны прошло, эти деньги до сих пор лежали на счету. При этом обеспечение этой же территориальной обороны тех же солдат, но из других, плохо. Я приведу обычный простой пример. Им выдали штаны. Потом через день нам выдали перцы. Я просто там был. Через день нам выдали перцы, а куртки не выдали. Сейчас им повыдавали куртки, только они синие милицейские. То есть, ну, в принципе, ребята там на передовой. И они в синих милицейских куртках, которых видно за километр. Вот. Первое. Второе. Почему мне пришлось уйти из территориальной обороны? Потому что через два дня нам, ну, первого, второго, третьего нам говорят, вы будете ехать на передовую. Я говорю, все хорошо, а те бронежилеты, каски. Командир роты, я с ним общаюсь. Он говорит, я пошел к руководству, в штаб, говорит, где бронежилеты, каски не хватает. Он говорит, идите к заместителю по ворально-психологической подготовке. Он, наверное, не понял, это была шутка, но, наверное, он пошел тут, позвонил, куда сказал нету. То есть, приводи на простой. Его, как в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны отправили к замполиту, чтобы он вместо бронежилета надул боевым духом. Я это все услышал, поскольку на тот момент я еще не принял присягу. Я понимал, что он принимал присягу, уже как-то в бой я буду солдат и не могу ругаться с руководством. Я пошел на следующее утро в штаб перед отправкой и говорю, а где бронежилеты, каски? Вы же нас кидаете на передовую? Да, кидают. А где? Они грузятся в Харькове на холодной горе. В бронежилеты и каски. Я спросил, вы понимаете, что вы говорите? Сейчас в Харькове война и в идеале даже оттуда будут идти 6-10 часов. Да, понимаем, но нам все равно. Я говорю, ну вы людей, и чтобы было понятно, кто пришел в территорию обороны. Это пришли люди, которые не за зарплату, не за чем бы то ни было еще. Это те добровольцы, которые были в 2014 году. То есть люди, которые пришли, готовы отдать жизнь, но это же не значит, что их надо под расстрел кидать. То есть сейчас вот их кинули туда, на передовую. Прилетела, извините, мина и всех, кто без бронежилетов, просто посекло осколками. Это страшно. Это просто, я не знаю, умышленно это делается или это по халатности делается. Это понятно, что будем разбираться после войны. Но сейчас из-за того, что хоть просто даже не осваиваются средства, те 30 миллионов или какие бы то ни было, людей ставят под угрозу, а не только людей, а именно добровольцев, которым выдали автоматы, ну почти не вооружают. То есть автоматы выдали, там, извиняюсь, один гранатомет, я не буду сейчас подробностей. Ну короче, вооружение очень слабое, очень стрелковое и непонятно, что дальше с ним делать. Никого не обучали, ничего не делали, просто бросили. Понятно, что люди с духом, они не уйдут. После этого моего разговора мне сказали, идите за командиром роты, начальник штаба. Я пошел с командиром роты, он на ходу дописывает, что ему надо. Я пришел, он мне говорит сдать оружие, и все, покинуть части, чтобы вас больше здесь не было. За то, что я начальнику штаба поставил вопрос и говорю, почему это делаете, вы куда людей кидаете без оборудования, обмундирования, без ничего. Не дай Бог, что произойдет, все. Он говорит, не все, ну, он говорит, приведите командир роты, идите командир роты сдать оружие, там сказать, сейчас вы арестуем, ну я говорю, давайте, адвоката можно арестовать. У них это не получилось, но меня выгнали. Правда, я и сказали в час не пускать, правда через два дня, но это уже, я опять же продолжал связываться с ними, но не с другим руководителем. На штабах, по другой части. Через два дня я заезжал на своей машине еще с двумя людьми, которые приезжали туда, чтобы было понятно, там стоял огромный ангар такой, наверное, 50 метров там, 10 на 10 высоты огромнейший. Он у них просто был закрыт. Они не могли его открыть, и я привез своих друзей, которые им там сварка это все расплакировала. Но, чтобы было понятно, месяц, вот даже территория обороны, как я понимаю, в январе там образовалась, вот за это все время они ничего не делали. Они просто ждали, что ничего не будет. Вот. Поэтому, к сожалению, к сожалению, наша власть такое впечатление, что делает все, а точнее, не делает ничего, чтобы мы защитили город. Да, мы все равно, несмотря на то, что они ничего не делают, мы все равно защитимы, но наша власть должна была участвовать. А она и сейчас продолжает, извините за выражение, ковыряться от нас. Власть, давайте чуть-чуть, небольшую реверочку. Ну, это немножко неправильно, потому что все-таки какие-то вещи, власть, централизация. Да, власть, я хочу сказать, что на местном уровне мне не нравится то, что делает государственная власть, вот именно на уровне Киева. Они, я считаю, все делает самым. Давайте чуть-чуть к конституции вернемся, властью в Украине, я народ. Народ, да. А это, это правительство. Но, так как вы рассказали только что, можем понять, что это не правительство, а гривительство. Они ничего не делают. При этом, опять же, в марте у нас попадалась такая информация, что приватбанки, добровольцы, люди перекинули больше 1,1 миллиарда гривен на ВСУ. А их, опять же, куда-то, куда-то делится. А дальше еще с 2014 года постоянно 1,5% списываются? Куда эти деньги деваются до нас? Во-вторых, сколько за границей миллионов долларов перечислено евро, перечислено простыми, небезразличными людьми из прошлого народа. Да, да, в декабре 10 миллионов. Это просто феноменальные суммы, которых народ простой не видит. Почему мы его не видим? Кто будет перед этим за это все отчитываться? Мы просто не видим, извините, что приведем, мы не видим результатов. И результатов, конечно. Результатов не видим, потому что если бы какой-то результат был, хотя бы тем людям, с которыми я был в одном взводе и таким же, как они, им бы хотя бы выдали нормальное обмундирование. А военные штаны с синей милицейской курткой, это издевательство просто. Я говорю о том, что ни бронежилетов, ни кассы, ничего. Да, их видно за несколько километров. Это вообще страшно. Никто не занимается обеспечением именно нормальным. Я не знаю, так вот, на... Не буду ругаться, на отстань. Извините, что немножко эмоционально, просто я все равно продолжаю, несмотря на это, ездить на передовую. Все, что люди просят, я привожу. Но, опять же, к сожалению, выдохлись. Выдохленность простой люд, который в этом участвует, выдохлись финансово. Участвовать готовы. И продолжают, у нас ничем не остановишь. Но выдохлись финансово. При этом у власти эти деньги есть, по крайней мере, у Запорожской. Вот где они? Вот где они? Если даже они сейчас начали их использовать, то через две недели после начала войны они лежали мертвым грузом. А поступили в январе. То есть с января по февраль, включительно, никто ничего не делал. И полмарта, конечно, не делал. И я не вижу, чтобы это делалось, поскольку я был буквально на той неделе в пятницу. В пятницу я был на передовой. Как было, так и осталось. Все вот это. Синие жилеты. Синие эти. Ни бронежилетов, ни касок. Тепловизоры волонтеры привозят. Все, что можем, мы им привозят. Но мы уже, к сожалению, не можем это делать финансово. Я боюсь, знаете, до чего дойдет? Вот сейчас в территориальной обороне начали платить деньги. Это хорошо. Это плюс именно центральной власти. Так вот, я думаю, что дойдет до того, что мои пацаны, которые там на передовой, будут скидываться мне деньги, чтобы я им здесь все покупал и вез туда. Это вообще театр абсурда такого. Поэтому, ну, извините еще раз за эмоциональность. А сейчас по-другому не получается. Это я не могу придумать. Такое без эмоций вряд ли расскажу. Я в этом участвовал лично и продолжаю участвовать. Так, благодарим вас. А что тут добавить, ребята? Добавить надо одно. У меня такое впечатление, что надо идти сюда. Ну, понятно, они тут сомневаются. Ну, как думают, почему они информацию как-то вот скрывают, не идут на общение, какие-то выборочные контакты? У них есть очень большой козырь, который называется военное положение, военный стан украинский. Но мы услышали это. Поэтому власть всегда склонна была к тому, чтобы утаивать информацию о движении, о своих действиях, о распределении бюджета. А сейчас, пользуясь военным положением, они это уже делают просто. Вот они поставили только что солдат. И меня как адвоката, вместе с девушкой, которую пригласили на беседу. Я хоть заключил вот в Ширковой Юлию Олеговной договор. Нет, с адвокатом нельзя. Хотя Конституцию никто не отменял. И до сих пор каждый человек, идя в органы власти, имеет право, чтобы вместе с ним был адвокат. Даже до такого дошло. Потому что они просто боятся, чтобы люди их узнали правду. В военное время есть такие вещи, которые невозможно отменять. Они не отменяются. Согласно Конституции в военное время статья 3 не отменяется. Согласно этой статье 3, мы, как люди, имеем полное право спрашивать с органами местного совпадления о их деятельности. Что касается финансовой деятельности, органов управления, которое принимает законные, которые мы с вами сейчас существуем в это военное время. Мы имеем полное право, у них спрашивают их основания, зачем они это делают. Потому что, можно добавить, не только право, это обязанность народа. Потому что только народ формирует, либо мы счастливы от такого управления, либо оно просто-напросто... Единственное, что я добавлю, мы даже сейчас не спрашиваем, что они делают. Мы спрашиваем, почему они не делают. То, что должны делать. Это самое страшное. Именно не делают. Вот, к сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией. Да, вот поставили там ежей, где-то что-то, полиция нормально работает. То есть, нет вопросов к органам, которые работали. Но сейчас военное положение. Сейчас надо в первую очередь обеспечивать армию. Я согласен с девушкой по поводу гуманитарных вопросов. Я вам скажу про гуманитарных вопросов. Да. Сейчас скажете. Вы вот по поводу гуманитарных, это очень важно. Но, никакая гуманитарка не защитит нас, если придет враг. А в первую очередь идет враг. И надо хотя бы военных обеспечивать, а не бросать их без защиты. Ну, для того, чтобы их там... Ну, вы поймите самое страшное в этом, что это шли добровольцы. Да, есть вооруженные силы Украины. В основной своей массе это контрактники. Это люди, которые избрали своей работой защиту Родины. И они за это получают зарплату. Это пошли добровольцы. Им когда сказали зарплату, они сказали, что тут зарплату платят. Правда, еще не платили вот месяц. Ну, удивились. И я туда точно не за зарплату пошел. Вот. Это добровольцев бросают. А добровольцы это именно та соль нации. Это не военные, которые стали работать. Это люди, которые бросили всю свою обычную жизнь. Роботяя, не бротяя, кто угодно. Бросили всю свою жизнь и пошли защищать Родину. А их хотят просто кинуть в мясорубку. Без какой бы то ни была защиты, обучения. Ну, это тотально. Я же говорю, там тира нету в этой территориальной оборудовании. Это как? Извините. Добавьте, пожалуйста, добавь. Ну, в общем, я, к сожалению, понятная причина выбора называть, какие там отряды и отряды. Но у нас есть возможность общаться с ребятами конкретно с передовой. Вот. И даже ребята с передовой просят бронежилеты. Вот. Спритул привезли 30, осталось до 600 штук еще найти. И я просто уже вторую неделю даю нам. Мы можем собрать деньги, но у нас ограниченный ресурс один броник нормальный. Минимум 4 тысячи это самодельно. Нормальный стоит там 8-8 процентов и больше. Вот. И я уже вторую неделю плохо сплю. Я засыпаюсь с этими брониками, просыпаюсь с брониками, потому что я понимаю, что один броник это одна жизнь. Им еще и аптечек при этом, кстати, не хватает. Вот. И как бы вопрос. Почему ребята там не вооружены? Почему... Ну... Короче, я просто... В общем, много вопросов. Это определенный запрос, да. У вас есть количество там аптечек, броников, наборов парамедика, которые нужно найти. А потом вы тратите целый день, ночь, ищете деньги, ищете там фонды, которые могут быть в ночь. В общем, на следующий день он знает, что теперь это количество уже меньше. И вы просто понимаете, почему теперь нужно их меньше. Потому что люди погибли. Да. Страшно. Ну, я не могу сказать, кроме вас. Благодарим вас еще раз за мнения, за слова. Ну, а что? За человечность настоящая. Хотелось бы сказать про монетарную помощь, которая получила Злату Некрасова 140 вагонов. Подождите. И, кстати, она сама об этом сказала, что... Она даже... Нет, у народа ничего нет. У людей... Не, я... Ладно, я сильно не буду. Даже не у народа, можно сказать. Можно сказать, даже да. Мне поступают соцсети, я виду соцсети. И поступают запросы в директ. С Васильевки, с Гуляйполя, с Орехова. Мои подписчики, с Энергодара, да. Мои клиенты и подписчики. Мы нашли, как передать, а наша власть не может найти. Да, вот представьте. Они говорят, у нас нет продукта в магазине. Нам нечего кушать. Нам гуманитарка не доходит. Если порыться даже в той же сети, мы можем найти гуманитарку, которую получили, по-моему, вот в Каменском. Это вот такой вот кулечек маленький сахарным. Ну и плюс еще. То есть это 140 вагонов. Понимаете? Это раз. Второе, то что касается даже лекарств. Вот мы на той неделе воспользовались такой счастливой возможностью, когда точно так же моя подписчица вышла на меня и предложила, что ее муж МЧСник может передать в Энергодар лекарства. Мы за сутки собрали людей, то есть дали, люди, как это называется, разрыпостили этот пост, собрали лекарства, подвезли их часть в МЧС, и МЧСники повезли в Энергодар лекарства. То есть не гуманитарная помощь, которая должна, казалось бы, была быть. А обычные люди. И так это все. Звонят Васильев и спрашивают, когда у нас что-то было. Как Вы считаете, дети 140 вагонов могли, ну, испариться? Но где-то... Знаете, я наблюдаю очень интересную картину, когда сейчас уже власть зашевелилась, они понимают, что что-то не то происходит, привлекаются журналисты, журналисты журналов, я сама лично видела, и делаются очень красивые фотографии разбрузки вагонов. Красивые, они потом будут напечатаны, наверное, в этом глянце, и по телевизору, по ТВ, показаны в интернете. То есть, как бы, разгрузился один-два вагона, это все показали, что вот, смотрите, а где остальные, мы же не ведем учет, потому что нас туда не допускают, правильно? Так было сказано. Да, да, нас туда не допускают. И так и было сказано. Даже вот в переписке, которую вела Злата, очень агрессивную, очень хамскую, я бы так сказала, вот со стороны, вот, если это администрация, она предложила Юлии, вот, которая пошла с ней на беседу, стать надзирателем. То есть, вы вдумайтесь в это слово. Надзирателем над гуманитаркой. Вот. Вся эта переписка есть, то есть, естественно... Ну, она шипела инкрузера, она есть. Ну, она очень ранирована. Тут я совершенно... Нет, да. Соцсети очень сильно подчищаются, но никто же нам не запрещал делать скрины и видеозаписи. Вот она у нас есть. То есть, когда человек пишет, он пишет фразы определенные, он, да, сознается в этой гуманитарке, он говорит, что вы хотите, там, вы хотите быть надзирателем над гуманитаркой. Очень много участвует в дискуссии людей. Я даже вам скажу так, что сейчас вот мы, у нас машина, сейчас там забита медикаментами, которые мы повезем на передовой. И вот, когда мы привозим эти медикаменты военным, они говорят, мы, первые, вот придем сюда и будем поставать. Но сейчас у нас другая задача. Вот так. Ну, то есть, люди там тоже понимают, да, все-таки, откуда больше помощи им приходят? Я думаю, военные это понимают. Как никто, да? Они знают прекрасно, кто их кормит, кто им предоставляет эту провизию, кто... У меня все друзья, которые имели там кафе и рестораны, они сейчас все буквально работают. Да, я думаю, так, а если бы не было бы этих людей, да, которые сейчас работают, то как бы кормили бы терраборону, солдат? Я про терраборону, допустим, знаю, какой район, какое кафе кормят. У нас даже получается так, что есть тоже церковная еда, церкви готовят на 200-300 человек ежедневно. И рестораны подключились очень здорово, потому что был такой день, когда мы не знали, куда одеть 60 порций еды. То есть, еда... И это не власть, это волонтеры. То есть, как в 14-м году за счет волонтеров это все было, так и сейчас? Верно, потому что, знаете, как бы простые люди. Вот то, что касается... Мы, допустим, жгуты-турникеты. Сегодня только отвезли, вот Марине передали 200 жгутов-турникетов. Это такая редкая вещь, которую у нас предприятия как бы отшивают запорожское. На эти жгуты-турникеты сбрасывают деньги обычные жители города Запорожья. Кто по 100 гривен, кто 1000 и так далее. Вот так вот. Я думаю, так у каждого волонтера. Если вот так пошерстить сеть, вот эти вот отчеты, да. Пакет передали малоимущим, пакет передали беженцам. Тут покормили собак, тут привезли медикаменты. Тут с детьми провели тоже какие-то вкусняшки, купили и такое. То есть мы это наблюдали даже в цирке, когда были переселенцы, жители Запорожья. А сейчас есть цирки? Нет, сейчас никому нет. Сейчас казалось волосы и еще в этом месте. Памперсы, все эти формы для животных, которые работа не получила. Благотворительная власть. Городская власть. Городская власть. Городская власть. Но это все все равно мы помогаем волонтерам. Есть организации, я тоже знаю лично, вот допустим, тот же Михаил Прасов. Вот он достает лекарства. Эльтерапсин это то, что сейчас весь город ищет. Это я не слышала, чтобы наша администрация, да, как бы чтобы Злата говорила о том, что вот если нет. Это делают другие как бы депутаты, которые сами на свое имя получают помощь. Точно так же, они не скрывают, они тоже говорят, мы получили вагон в Голландии. И вот место, вот время, где вы можете приехать, забрать. И организации, которые делают обычные люди, обычные. Допустим, вот у меня знакомая уехала во Львов. Она собирает там лично гуманитарку и каждый день машина передает. Там, по-моему, футбольный клуб Металлург они создали. Да, здесь футбольный клуб Металлург открыли офис. И можно в офис прийти, взять памперсы, детское питание, одежду, гигиену и еду. Это где, скажите, может люди, кто нуждаются? Патриотическая, 64D. Ну там телефон, ну в соцсетях есть. Называется допомога ЗП. То есть вот это такой фон, который создали обычные люди-жители. Сами провозгласили себя волонтерами. Все это сделали. Они так уже работают, да, две недели. Две недели получают помощь. И эту помощь даже мы подъезжаем, допустим, на машине. Мы забрали и повезли, кому это необходимо. Молодцы. Благодарим вас. Почему выводы не сделали после 14-го? Вот я слышал, много было уже таких волонтеров, ну, как говорится, опытных, которые в 14-м помогали, которые, я говорю, что те же самые ошибки сейчас происходят. Я в 14-м году очень активно работала и не подключалась в это. Но вот волонтеры, которые, по-моему, были в 14-м году, это Василий Кушаров, работал как раз сейчас там на встрече со Златой Некрасовым. Ну, он самый у нас популярный, да, поэтому… Да, 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 да. И сказал так, мне ваша инициатива не нравится, у нас есть свои волонтеры, у нас есть свои центры. Вот ваша тут вот эта вот возня вообще нам неинтересна. Мы-то мы же хотим, наоборот, лучше, чтоб больше… Они интересны. Вопрос в том, что им нужен контроль. Контроль. Они хотят контролировать, поскольку, еще раз говорю, через подконтрольных лиц, озвучка не пойдет. И то, что происходит, это останется между ними и ними. Поэтому и не пускают журналистов, не устраивает там аккредитация, переаккредитация. Это весь этот бред, который в данной ситуации может быть и нужен. Он должен быть максимально упрощен. Вы поймите самое главное. Сейчас военное время. А мы сталкиваемся с той же бюрократией, которая была не военная. Где для принятия решения надо несколько недель. А решение должно приниматься. Сегодня проблема, завтра, послезавтра решение максимум. А вот власть тормозит эту ситуацию. И принятие решения идет, как будто войны нет. То есть 2-3 недели они пока почешутся. По поводу того, что… Вы задали вопрос. Почему те же проблемы, что в 14-м, что сейчас? Все очень просто. Власть на местах привыкла надеяться на авось. И авось пронесет. Вот как с той же территориальной обороной. Все думали, что не будет войны. Поэтому они просто сидели и два месяца, получив деньги, ковырялись в носу. Когда уже началось, они даже не знали, где, что искать. Им надо было все эти два месяца заниматься организацией. Осваивать бюджетные средства. Бюджетные, уже ладно, господь с ними, с волонтерами. Они этого не делали, потому что думали, пронесет. А тут оно не пронесло. И то, даже после того, как оно не пронесло, все равно бюрократическая машина, какая была, такая осталась. И 2-3 недели на принятие хотя бы какого-то половинчатого решения, когда это надо было делать за день, за два. Иначе война, иначе сюда придут. И я боюсь, что из-за нашей власти и сюда придут. Я скажу, что и в мирное время сюда тоже не особо нас пускали журналистов. Мы когда-то хотели попасть сюда на сессию. И точно так же были разные причины. Поэтому сейчас, тем более, у них есть... Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, высший адвокат. Правильно я понимаю? Я вчера буквально наткнулся на ролик, официальный источник. Не помню, правда, кто говорил. Но он сказал, что юридически война не объявлена. Вот это вот достаточно военное положение объявлено, но это немножко юридическая тонкость, которая заключается в том, что надо было вручить Россию ноту о том, что у нас война. И это, я думаю, немножко правильная хитрость нашего государства. Почему? Потому что если бы у нас была война именно, война и объявлена она была, у нас бы были проблемы с получением какой-то все-таки помощи. Потому что есть такое понятие, что оказание помощи воюющей стороне и так далее. Это, возможно, это немножко правильный ход. Ну, а от того, что объявят война, не объявят война, нам легче не станет. У нас все равно война. Но это юридическая тонкость, которая связана... Ну, по факту, да? Это юридическое и военное положение. Все сделано правильно. Но это юридическая тонкость, которая бы, возможно, лишила бы нас возможности, Украину, получать помощь от других государств. Потому что они бы стали уже на стороне воюющей, воюющей стороне. Проблема именно в международном праве. У нас военное положение, оно аналогично войне внутри страны, но на международном уровне. Из-за тонкости международного права, чтобы не перекрыть возможность нам помощи от других зарубежных государств. Это вот правильно. По идее, военная война, наоборот, открывает все границы для получения помощи. Так же самое, может быть, и открытая помощь военная. Не только мобородоградная. Тогда эта помощь осуществляется. Но это бы занялись, стали бы стороной. Они не хотят, чтобы в случае объявления войны эти государства, которые бы помогали нам, Они бы стали на стороне военной стороны. А это, ну, проблема для народного права. Насколько я понимаю, только из-за этого связаны на нюансы. Мне кажется, для того, чтобы снять себя ответственность. Я считаю, что центральная власть делает максимально правильное. А вот на местах очень много проблем. Ну, опять же, это мое субъективное мнение. Просто как у человека немножко понимают нас все. Все, ребята. Дякуймо. Дякуймо. Да. Еднаємось. Все будет Украина. Вот возвращается наша героиня. Да. У нас разве тревога? Потому что они включили тревогу. Захутело. Захутело и потом. А, это они специально сделали, чтобы я вышла. И когда я начала задавать вопросы, они включили тревогу и все. Они, ну, не дали мне другую. Просто монолог рассказывали. И, кстати, 229 вагонов. А, обалдеть. Сколько? 229. А, у нее пришло еще 100 тонн. Вот она. Ого. Уже когда-то, да, да. Нет, чтобы вы понимали, в агонии это, если хорошо, грузоны, это что? 50 тонн. 50 тонн. Ну, это, смотрите, если вы таланты. Это ждали. Его грузоподъемность. 60. Формат общения. Ну, 60 власть будет. Вы общение слушаете меня, да? Не, она меня толкала. Ну, там, где мы в дверь заходили, она меня специально там. Я говорю, ну, вы пократи. Ну, она же такая с детства. Ты там. Она же с детства. Училась себя так проявлять. Ну, она, соответственно, совершенно не квалифицирована, не соответсв Sweden. Они ведутся на мою просьбу розмовляти на державной мове, там, που она должен быть остальные особа. Она должна была создавать испыт. З Politicscussion. Это одна из условий, чтобы запланировать эту мову. Она не смогла разговаривать на державной мове и сказала, что это заobt Jose. Она говорит на русском агрессореи. Такого уровня служба. слушать они на меня накинули они на не дали кстати я хотела это были непонятные приехали с ней на машине очень вовремя была включена сирена для чего она через минуту пропала правильно я кстати они не спустились они просто захотели что то есть только вас что я не приеду на контакт не идет до ссылки какие вопросы какие хотят задать как бы ссылась на закон все только в рамках нашего законодательства и мы как граждане украины имеем право задавать эти вопросы это даже наша прямая гражданская обязанность задавать эти вопросы и журналисты даже поддерживали ее как бы накидывали да и говорят только вопрос вообще я одна журналистка и в этом ни о чем это просто было это был монолог и в основном выступал старых звать практически не ляпнула глупость какую-то да да на вопросы я когда начала задавать уже в коридоре когда меня специально вывели она мне сказать кто ты такая чтобы я тебе отвечала на тебе вопрос я говорю ну вы же меня пригласили для этого давайте нормально как люди нормальные цивилизованные пообщались а еще меня хотят обвинить что я типа собрала кто это такие данные быстро про каждого люди гуляли просто это бесполезно вопросов нет а также я так понимаю на волонтерах они рассказывали какие-то цифры что они кормят в силу и беженцева не полностью обеспечивают вот и больниц они полностью обеспечивают и детскую область детскую область на сказали что же полностью хотя у меня есть подтверждение у меня есть человек который с чеками конкретно заниматься лечением где еще такой момент я просила тоже подтверждение разрешения на разрешение публикации фото детей которые пострадали родители потому что там есть не совсем фотографии которые можно я считаю выкладывать согласно качестве незаконодательства нарушения прав у детей вот и опять же есть расписка но я знаю что я знаю кто их лечит просто это же поэтому я считаю что нам надо организовать какую-то именно встречу на территории волонтеров то действительно помогает он спросил куда можно звонить людям для получения монетарки вот и попросил разобраться с российскими предприятиями вернее у нас здесь с предприятиями которыми окончательно находятся бенефициары в россии вот это про никакой речи про гуманитарные объемы как это все у них взаимодействие я не услышала давайте сами договоримся подъедем у нас получится в среду да мне угрожали с дом что я хочу все огласки дать подъехать с вами вот те шутки с которыми вы работаете волонтерские вот именно вот люди кто действительно каждый день участвует ты дашь ну тут очень много людей что вы скажете нас марина да 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 мы вместе потому что марина как раз достает очень много через волонтерские центры через организации за границей поэтому у нас наличие вообще чего либо я так поняла не встретились раньше то для меня была информация на 17 00 просто закрыть рот а до этого они встречались где-то ездили якобы что-то там снимали но опять же таки нас друг был были другие изначально договоренности получилось совсем все иначе в принципе я предполагала на не могла не прийти потому что это было было выглядело бы должны были прийти позицию да я подтвердила что мы все-таки готовы задать просто и мы наверное официальном тоже можно да там смею чтобы пусть они нам я спросила почему человека месяц не было в стране она сказала что она занималась отправкой гуманитарной помощи формирование ну вот выясняем ну я не понимаю процедуры отправки если совсем совершенно другое зам говорил по процедуре получения здесь какое ее участие в отправке я до сих пор не могу понять я задала вопрос она мне на него не ответит она не знает свой даже посадовую инструкцию свои права то угодят с полное несоответствие да тем тем более еще был такой вопрос я хотела задать по поводу почему зная нашу ситуацию на же еще когда-то предупреждали на вализе будто до вины почему до этого зная ситуации тем более там и меньше знаем да мы в последний момент узнали но я думаю военная администрация знала что могут быть боевые действия какие-то да в нашей стране война началась почему заранее зачем заранее заранее не были обеспечены пункты населенные стратегическими запасами лекарствам на месте потому что проблема с логистикой почему они не были обеспечены лекарствами продуктами питания значит еще момент они смеялись что им передали какой-то там много чипсов и кока-колы и смысл нам чтобы этим я вы знаете а люди в мариуполе спасла бы и кока-кола и чипсы это вообще не смешно сейчас типа что мы будем есть кока-колу чипсы пить кока-колу есть чипсы и смешно ребята ну то что мы уже здесь вместе оказались разнакомились и будем дальше как-то координировать наши действия это уже прекрасно и хорошо поэтому сейчас дадим вам визитки наши да все вопросы которые это старые именно нижний телефон и волонтерский разносторонняя поддержка надо устраивать коммуникацию нас есть идейки тоже как это именно лучшим образом но я думаю после этого это хотя бы побудит их спровоцирует чтобы они действительно максимально предоставляли моё моё мнение что надо не им запросы отправлять а запрос им и копию на администрацию президента всегда так надо делать мы захотим с ними встретиться мы направили запрос и копию на со списком со списком со списком проблем даже и запрос мы направим его в то что мы хотим встретиться на этой встрече мы вопросы которые хотим мы обозначим подадим количество людей которые хотят присутствовать на встрече чтобы они провели согласно их мероприятиям аккредитацию и поэтому плавно будем действовать мы думаю что в ближайшее время день-два это составим сделали я считаю что все равно надо с копией выше они только боятся а вы сюда таки делаем и туда и туда отправляешь так они дорогие мы на связи все звонимся и скажем вам огромное благодарность за вашу такую позицию все нормально мы с вами не бойся хорошего до встречи вот так друзья эти небоедушие люди котрые работают все что потребно для того чтобы наша краяна якусь выходила цей трагичной ситуации какие-то